Здесь легко быть диссидентом. Я взглянул окрест себя и душа моего страданиями у Зелена стала. Олежа, ну за что ж ты чалюще-то? Объясни нам, братон. Ну что ж ты, братишка, ну что ж такое? Ты земляк, я не понимаю, ты что-то украл. И что должен был сделать Зеленский? Он должен был бы, на мой взгляд, опереться на россиян. Он должен был сказать, у меня нет с вами войны. Я вою не с вами. Я боюсь с Путиным. Я боюсь с Путиным, который на нас напал. Олег Градзинский, советский диссидент, впоследствии финансист, писатель и политический иммигрант, новый герой «On the record» на Swiss Info. Олег, я понимаю, что все шло к тому, чтобы мы с вами сегодня встретились в Лицернии. Это одна из самых главных причин, почему вы здесь находитесь. Но, возможно, есть и второстепенные причины, почему вы в Лицернии. Ну, что говорить о второстепенных, когда это вы главное, как вы сказали, Лиля. Почему я здесь нахожусь? Знаете, как и все в моей жизни, это произошло случайно. Я даже написал по поводу случайности в своей жизни книгу, который называется случайной жизни. Да, но помимо встречи с вами, Лиля, после трех лет проживания здесь, одной из причин, то есть не одной, а единственной причиной была чисто медицинская. Я собирался делать операцию и пришел к выводу, что лучшие врачи вот по этому поводу, они как раз находятся в Лицернии. И здесь знаменитая клиника Санта-Ана. Мы приехали сюда с моей женой и двумя детьми, нашими взрослыми, которые нас сопровождают, двумя из четырех. И мы поселились вот в этом отеле, Grand Hotel National. Вот прямо здесь вот мы поселились. Это было поздно вечером, я помню. И утром, я же рано просыпаюсь часов, наверное, в полшестого, я вышел на балкон и увидел это озеро, я увидел эти горы, которые сейчас, к сожалению, скрыты облаками. И я пошел тут же будить свою жену, которая просыпается намного позже, чем я. Но я ее растолкал и заставил выйти на балкон. И вот с шести до девяти мы сидели абсолютно молча, не говоря друг другу ни слова, и глядели на эту красоту. В девять моя жена Лена мне сказала, давай останемся. И вот тогда, собственно, мы и решили, что это одна из точек нашего проживания должна быть Лицерн. Вот, поэтому теперь мы живем между Лондоном и Лицерном. Слава Богу оба города Ноэл, что удобно. Вот, так что вот вместо Лондона и Ниццы, как было раньше, у нас теперь Лондон и Лицерн. Вот, история такова. Железнарского гражданства у меня нет, но, вы знаете, мне хватает двух других американского и британского. Вот, я думаю, что швейцарское это было бы как-то обремительно. Да и экзамен нужно сдавать на немецком языке, к чему я совершенно не готов и боюсь не буду готов. Вы не причисляете себя к оппозиционному движению. Но в любом случае в России любой человек, потому что говорит, я не оппозиционный политик. Но посмотрите, на последние события минувших двух лет оппозиционным политиком становится художник, режиссер, 80-летняя бабушка. Стоит сказать, что мы против войны, и мы не хотим, чтобы от нашего имени убывали в украинцев. Вы становитесь этим самым оппозиционным политиком. Ну, я по техническим причинам не могу принадлежать к российской оппозиции, потому что я не являюсь россиянином. Это самое главное. Это мне не дает право себя причислить к оппозиции. Это первое. Второе. Я бы себя считал, даже не будучи российским гражданином, членом российской оппозиции, если бы я жил в России. Потому что, не живя в России, у меня просто нет права причислять себя к российской оппозиции, и, б, у меня нет права обращаться к гражданам России, проживающим в России, с какими-то призывами. Я просто не чувствую в себе этого морального права, поскольку я не нахожусь в том же положении, что и они. Вот, например, сегодня день рождения Алексея Анатольевича Навального. Вот у него такое право было, и он заслужил всей своей жизнью, всей своей деятельностью и своей смертью. И он вернулся в Россию, чтобы это право, я думаю, где-то у него было, чтобы это право не потерять, потому что он оставался российским политиком. И российский политик, или другой ведущий член российской оппозиции Владимир Владимирович Карамбурза, он, когда он вернулся в Россию, понимая, что там его ждет смертельная опасность, то его спросил один из наших с ним общих знакомых, он сказал, «Володя, что ж ты приехал?» А что он сказал? «Я российский политик, я должен быть здесь». И это правильно. Я не говорю о том, что те деятели оппозиции, которые не проживают в России, продолжая заниматься политикой, они как бы не принадлежат к российской оппозиции. Совершенно нет. Они принадлежат к российской оппозиции, они делают очень много. Тот же Михаил Борисович Ходорковский, который тоже является ведущим деятелем российской оппозиции, и человеком, который как-то вот ему удается все это цементировать, вот держать буквально. Но как раз еще последний вопрос на эту тему. Если МБХ Михаил Борисович Ходорковский заслужил все-таки свое право быть российским оппозиционным политиком, он провел 10 лет в тюрьме, и вы его отдельно отметили. Но другие деятели российской оппозиции, которые уехали и пытаются предлагать разные концепции, в том числе и концепцию хороших и плохих русских, то есть для вас это кто? Эти люди кто? Они российские политики, деятели российской оппозиции, которым, каковым я не являюсь, поскольку они руководствуются одними соображениями и руководствуются другими. То есть это тоже российская оппозиция? Они руководствуются политическими соображениями, я руководствуюсь моральными соображениями, которые, моральные соображения не всегда совпадают с политическими. А в России можно делать политику еще? Политику можно делать где угодно, просто есть определенная цена, которую вы или готовы за это платить, или не готовы за это платить вот и все если вы хотите находиться в россии также как в северной корее и ранее и так далее вот есть определенная цена если вы готовы за это платить мы видели как бы неоднократно самые яркие примеры конечно это алексей навальный владимир кармурза да или яшин вот мы видим как люди есть люди которые готовы платить эту цену владимир ильич ленин вот он мы с вами сидим в стране где и не очень далеко от того места где он провел много лет готовя революцию вот он считал себя российским оппозиционным политиком и им был и знаете вот он уже он и надежь константин на проживая в городе цурихе там в ста километрах отсюда он они подали ходатайство предоставлением швейцарского гражданства и в это время февральская революция и что делал время лечь он все бросает берет надежь константину берет нс армант вот берет зиновьева и едет петроград спамбированном вагоне потому что он понимает что он иначе он останется вне истории и я уверен что когда если будет окно возможностей то люди которые сейчас здесь находясь здесь на западе готовят это окно возможностей до иначе они не сядут в пломбированные вагоны как бы в это время можно будет добираться до россии другими способами вот поэтому но поэтому я как бы для меня это удивительно но я нет очень радует что эти люди хотят вернуться и хотят попытаться там отстроить нормальную жизнь с нормальным обществом вы не видите в этом какой-то не знаю чтобы обидно так не сказать но какой-то наивности наивно же полагает что завтра уйдет путин если они уезжали за путина и вдруг мы получим прекрасную россию будущего который так все мечтали наивно полагать многие вещи вот я вам скажу что восемьдесятом году я когда меня вот арестовали по статье 70 часть 1 анти советской агитации пропаганды это такое особо опасно уголовное особо опасное государственное преступление в советском кодексе был раздел с 64 по 73 статьи это был ли так нами особый раздел уголовного кодекса и там были особо опасно государственное преступление в 70-е была одна из них вот и знаете я сидя в лефортовской тюрьме не предполагал что через 9 лет не будет никакого советского союза уже в нем с первом году его не стало так что мы не знаем что день грядущий нам готовит какие окна возможности откроются кто эти окна возможности откроют так что мне трудно что-то бить по поводу их энтузиазма наивности а может быть это наивно может быть не наивно но я знаете я даже написал по этому поводу из вот в журнале настоящей россии или сен зала с непричастность вот вот где как раз я был о том что лучше всего конечно же жить так что это навсегда вот но при этом готовится что можно вернуться вот потому что если вы живете все время в прошлом или прошлом то начинается шизофрения и вот минуты рекламы рекламная пауза вот у меня сейчас выходит мой новый роман 13 июня в издательстве бабук пока в электронной и аудио версия потом бумага будет бумажный как раз об этом об этом вот об этой ситуации о последних двух годах жизни российской интеллигенции и вот вот как бы смотреть ли в будущее жить ли прошлом или настоящим называется покаянные дни тут вот это я хотел про эту книгу вас просить да давайте случайные жизни у вас там была такая фраза что настоящие борцы это правозащитники как александр подробинник владимир буковский то что они были за вашу за и за нашу свободу а вы писали что я боролся за свой героический образ при этом вы вы отсидели вас сослали на пять лет но это как немножко лукавство вы за что-то другое наверное все-таки боролись и за что вы сейчас боретесь да да на первых на сказать что это единственная не художественной книги которая написала этой биографическая книга которая отражает определенный период моей жизни там до отъезда из советского союза да нет но собственно я был очень молод и я безусловно большая часть моих защитной деятельности было надо признаться продиктована отравленностью русской литературы просто русская литература такая мессианская литература который не просто вот знаете люди написали и прочитали и забыли вот или не забыли а эта литература она библейского плана она тебя требует все время на требует тебя занять определенную позицию а она русская литература она требует действия она как бы не оставляет тебе возможности не действовать если ты не отношу к этому просто как к черным значкам на белой бумаге вот и она как и кстати русская культура вообще несет себе такой эсхатологический характер все воспринимается все воспринимается как борьба добра со злом вот борьба добра со злом вот это вот вот все это конечная битва все является это не просто потом борьба за какие-то экономические принципы политические принципы нет нет это всегда борьба добра со злом это всегда как бы вот есть добро и зло и вот на чьей-то стороне вот как бы она такова и я так был воспитан я вырос в гуманитарной семье как тогда был такой клише семья художник и художественной интеллигенции вот это я уже совсем и художественной интеллигенции и во мне был такой позыв очень сильный встать на сторону добра вот но очень во многом это было для меня самого потому что мне это давало ощущение значимости что вот вот я делаю что-то хорошее так что я не могу сказать что это был продиктован только чистым альтруизм вот я хотел освободить массы от гнета большевиков кровавого режима это что же я хотел вот но в основном что я не просто так живу не просто являюсь студентом московского государственного университета вот и как представителем элитной молодежи золотой молодежи а я делаю что-то что меня ставит как бы на сторону добра и знаете и и я в пресных вот 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 александр сальчал женицын там вот ну я тут где-то недалеко я потом очень обрелся когда меня посадили в ефордскую тюрьму я помню я так радовался что вот но вот же она подтверждение что значит все правильно я вот там же где они да я помню это был такой момент вознаграждение тщеславия вы знаете что сейчас у вас немножко если провести по параллель может быть не золотая молодежь золотая скажем юность и зрелость и вы тоже себя чувствовать можете причастным и вас уже ну хорошо что вас не сослали на вас наградили иностранный агент из организацию и лично нежелательная организация то есть вы тоже как и в тот раз получили по заслугам для поскольку в нынешнем периоде моей жизни у меня нет тщеславия уже такого это это как бы не не тот фактор который я рассматриваю как вы себя не чувствуете диссидентом как тогда таким важным диссидентом что нет конечно важно важные диссиденты сидят в российских тюрьмах вот они вот там а мы с сами находимся в швейцарии вот здесь легко быть диссидентом олег вы сказали что себя важным диссидентом не считаете потому что диссиденты сидят в российских тюрьмах сейчас но тем не менее вы написали и предложили метод борьбы с российским режимом о котором я хочу сегодня очень подробно поговорить это моё эссе который называется советы потустороннего знаете по аналогии с ленинским советом постороннего вот и так что я сразу как бы заявляю что я посторонний вот она была напечатана в замечательном издании republic путь как у родящего да я взглянул окрест себя и душа моя страданиями уязвлена стала значит вот я тоже взглянул окрест себя и душа моя страданиями уязвлена стала в основном страданиями российской оппозиции которая после убийства александрич навального пришла смятение в разрыск и раздрай и в общем многие деятели оппозиции публично заявили что в принципе они не видят пути вперед что как бы путин живет побеждает да как дело ленина когда-то живой побеждала вот украина проигрывает с их точки зрения на поле боя она про она проигрывает в общественном сознании запада и вообще непонятно что делать и я тогда посмотрел что я идентифицировал 3 с предыдущей стратегии борьбы с путинским режимом единственный мой совет это подумать над этой стратегией не следовать и этой стратегии а подумать над этой стратегии как пока еще единственно не опробованы и скорее всего наиболее эффективной как это показала судьба например того же советского союза стратегия борьбы опасный метод и давайте попробуем с ним разбираться что это за концепция борьбы региональной такой конфликтной повесткой на сегодняшний день мы знаем три основных метода которые были опробованы российской оппозиции на мой взгляд первый это метод мы построим гражданское общество это такой очень традиционный для российской интеллигенции для российского гражданского общества как бы мы будем следовать либерально-демократическим ценностям свободные выборы независимый суд свобода слово собрание культуры и так далее вот как бы все вот те самые ценности на который кстати нас воспитывала русская литература вот и это ценности которые которыми было проникнуто еще советское общество этом они были подавлены которые сначала выпускнулись в шестидесятые годы вот затем еще с ним на советском союзе и затем они как бы трансформировались уже во что-то более оформлено и такие надежды и чаяния конца восьмидесятых девяностых годов вот вот мы 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 это построим время настало это замечательные прекрасные ценности а и сама идея гражданское общество мне глубоко мило но ценности это как показал практика в общем то не очень близки основной массе населения ввиду их абстрактности потому что непонятно что с ними делать ну вот знаете я вспоминаю вот я вспоминаю меня уголовники в тюрьме на лесоповале часто спрашивали олежа но за что же ты чалишь это объясни нам братом ну что брат братишка ну что ж такое это земляк мне не помню ты чего ты украл я им говорю вот я выступал за то чтобы каждый человек мог говорить что он думает он говорит я всегда говорю что думаю ну чтобы можно было читать что это ты хочешь да я ничего не хочу читать вот и вот это абсолютный вот этот разрыв и так что ценности эти они не за что они были чужды они просто далеки были от основного части общества российского это может и не надо было вероятно вот а но поэтому общество она в массе своей не поддержала она осталась достаточно обивалентным в 90-е годы но вроде бы хорошо но почему нет ой ну а потом потом когда это обернулась всякими бытовыми неудобствами и колоссальной поляризацией доходов то общество это перестало нравится как бы не гражданского общества общества в целом и эта повестка как ни странно она очень долго была она была во время позднего ельцина и во время раннего путина когда они пытались сохранить и путин тоже кстати собирался сохранить такую либеральную структуру в экономике но при этом он начал государственной политики и общественной жизни потому что он вдруг понял это еще началось в припозднем ельцине что в общем то это достаточно опасно потому что это поведет к потере концепции сакральности власти который так так всегда была важна для россии что власть сакральная власть это единственный субъект в россии а следующая тактика борьбы она была более эффективна это тактика которую запустил в обществе алексей навальный с своим фонам борьбы с коррупцией это была очень важная вещь потому что он говорил сыпака они играли о конкретных вещах они были о том они будут его ночь вас грабят вас грабят каждый день каждый час и вот как это происходит и вот вот кто вас грабят вот как вас грали и вот как вы могли бы жить если у вас не грабили и это отозвалась потому что это что то что касалось людей плюс фбкath на самом деле являлась единственной политической партии в России, поскольку у них были регионы, именно с оппозиционной политической партией, конечно, есть всякие, есть коммунистическая партия, есть Единая Россия и так далее, Справедливая Россия, но единственная оппозиционная настоящая партия партией, вот, ну, Яблоко, ну, Яблоко, как бы она такая полуоппозиционная партия, поскольку у них были региональные отделения, они вели большую региональную работу, и они в том числе занимались региональной повесткой, и это было очень важно, это было на мой взгляд это было одним из важных факторов их популярности фбк вот и третье такая стриопозиционная стратегия которая возникла стихийно она возникла после того когда путин начал войну в украине это антивоенное движение вот это антивоенное движение это было первое большое объединяющие кроме гражданских ценностей кроме ценности гражданского общества это было большое объединяющие движение потому что она в принципе объединил всю оппозицию никто из оппозиции я был за войну не был за путина все были против войны это была такая лакмусовая бумажка такой тест свой чужой познавать на знак каким в свое время во время моего советского прошлого являлось в чтении диссидентской литературы вот тут читал хиполог да смотрите и это антивоенное движение какая-то была такая цементирующая сила и было у меня в том числе ощущение что возможно вот сейчас вот это всех объединит как со время объединила после 1916 году антивоенное настроение объединили и сэров и меньшевиков и большевиков вот и кадеты были против войны в какой части кадетской партии но к сожалению это не то что оппозиция потеряла на тебя настрой нет абсолютно также настроены против войны но есть определенная усталость от войны она длится долго она уже длится больше двух лет а жизнь идет продолжается и очень трудно все время с таким же накалом с таким же энтузиазмом хотя есть такие люди я их знаю которые продолжают с тем же пылом и жаром помогать украине и тем кто пострадал от путинской агрессии в украине и кроме того очень многих смутила конечно настрой запада просто запад высказав первоначально поддержку украине в ее борьбе против путинская агрессия он так вот за два года поостыл вот в общем все мои разговоры западной политики приводят меня к мысли о том что в общем запад не хочет этим больше заниматься они смотрят на этот конфликт как на конфликт региональный вот там на границе россии с украиной это зиме пойти то ли это земельный конфликт вот у каждого в одном государстве есть claims претензии совершенно претензии на эту территорию вот а вот другого саша гидж это его территории вроде бы это его территория вот в общем то кто их там разберет знаменитая пушкинская спор славян между собой который разберет лишь разберут лишь они сами и сначала было это ощущение что это колоссальная несправедливость в европе в двадцать первом веке волна беженцев миловал же верно детей дат из-под бомб приезжают в швейцарию совершенно верно да знаете а до этого сирийские беженцы приезжали тоже в облавал на беженцев вот это же все ахали-охали афганистан еще да-да-да афганистан да ну потом как-то в общем вот лучше бы не приезжали а вот вот нельзя ли всех оставить в греции вот был такой план дайте мы всех оставим в греции а потом добились турции заплатили очень много денег ардогана она просто очень много и он у себя просто создал в турции такие лагеря вы знаете что я ездила в эти лагеря и там есть два типа лагерей есть один если можно так сказать типа шанель dior которые показывали оланду и меркель когда они приезжали туда с визитом а есть настоящие вот то что там типа zara и n&m то что люди обычные носят и контраст этих лагерей он прям бросался в глаза например если в в первом люди пили бутылированную воду то во втором там не было прививок у детей то есть никто не рождаются дети вы знаете там есть целая батарея прививок которые нужно сделать воду они пили из крана она текла там желтого цвета и когда я спросила а сколько у вас там было смертей в этом году они горят ну там типа в 7 игра какие причины смерти играть естественные агро сколько человека было летом грит 27 игра конечно это так естественно умереть в 27 лет это вообще один я видел в турции к и сирийских детей которые рылись в мусорных бачках вот у ресторанов да так вот и вот это вот охлаждение запада усталость россии самих россиян которые очень эмоционально восприняли путинской агрессии люди как вы правильно сказали они живут теперь вот многие из них уехали живут на западе они конечно чувствуют свою ответственность многие из них вот за то что происходит будучи россиянами но в общем это все отдалилась и отношения запада тоже очень изменилась и все никто не видит как бы эти стратеги вот где же этот кайфотка как это все будет как все будет по-справедливому конец вот а по-справедливому не будет плюс конечно действие украинского правительства способствовали этому охлаждению россиян ко всей ситуации у них за россиян россиян которым уехали да да потому что во первых украинское правительство на мой взгляд я могу это я знаю что принято не принято совершенно среди россиян проживающих на западе критиковать украину это абсолютно этапу но поскольку я не являюсь россиянином вот то я могу себе это позволить я считаю что зеленский при он конечно привел колоссальное мужество и колоссально политическую волю когда он цементировал просто в начале войны украину и являлся символом и продолжает во многом для символа и остановил нападение россии отбросил их от киева вот но было окно возможностей вот то что мак на возможности которые вы говорили когда она была где-то с середины марта до ноября 22 года когда российская элита была в панике когда российская элита была в панике от того что а во первых военное поражение это вторую армию мира за три дня до 2 армию мира отбросили обратно к донбассу это раз во вторых они вдруг поняли что на них ложится ответственность потому что их больше никуда не пускают у них закрывают счета их дети больше не могут учиться в западных школах их недвижимость арестовывают а виноват то кто они шпинешь виноват то царь вот и вот был момент что должен был сделать зеленский зеленский в этот момент должен на мой взгляд опять-таки я не могу дать но мы потусторонний как потусторонний я я я такой знаете общий потусторонний вот вечный турист как как вечный жид да я вечный турист вот везде где бы они жил где бы не жил он должен был бы на мой взгляд опереться на россиян нужно сказать у меня нет с вами войны я вою не с вами я боюсь с путиным я который на нас напал и вы мои соратники у него была российская оппозиция которая в это время массово уехала из россии или уже жила к этому времени в россии которые вы полностью поддерживали всеми возможностями были люди в россии которые совершенно не понимали что происходит для них это тот момент эта война была ну вот начали войну но это общем то как-то им то лучше видно скорее всего они лучше знают что делать нас это особо не касается но главное элиты элиты в то время были не за войну они действительно дрогнули они действительно думали что это вот-вот закончится какой-то колоссальный катастрофы для них из олигархов которые оставались там до 24 февраля 22 года не сказал вслух что мы против войны то есть сказали те кто были уже здесь все вы помните призыв ходорковского который сказал вы сейчас вам нужно две вещи сделать отречься от путина и искать что против никто же этого не сделал то есть на какую элита им нужно было опереться и опять же это первое а второе вы представляете какой вой бы раздался совершенно справедливо со стороны украинцев которые сказали но мы знаем там кучу и было же масса патриотов которые эту войну поддерживали но все эти масса как никогда эта масса ника не пререшало в тот момент там 12-15 процентов по всем опросам даже которые были сдуты вот те кто активно хотели этой войны кроме того мы у нас там есть исторические примеры война в четырнадцатом году была массово поддержана всеми включая многих людей которые ненавидели династию романовых к шестнадцатому году уже никто не поддерживал войну кроме династии романовых и людей которые от этого получали выгоду в то время или ты не видели для себя выгоды в продолжение войны потому что вы знаете такая была формула 3d до 10 деньги и дела вот у них дети были на западе деньги были на западе единственных дела были в россии вот и как бы если бы тогда я не в этом что-то выступать выступать против войны это на мой взгляд не очень продуктивно выступили они против войны но у них бы не знаю все отняли бы посадили бы их в тюрьму или просто убили бы скорее всего вот нет я говорю о другом деле можно было я говорю выступить против войны и твои авары бы не за фризе ли и тебе и ты мог бы помогать украине может быть в какой-то момент зачем это нужно я обжигают совершенно другом более радикальных может быть страшных и неприличных вещах они могли с кинуться и купить армию например они могли просто кинуться у них достаточно денег и купить армию в смысле российскую армию купить его сделать свою чвк да нет просто купить армию и покончить с этим режимом просто купить перекупить генералитет сказать что происходит там у них такие бюджеты это же миллиарды и миллиарды у российских олигархов в российской элиты был достаточный денег для того чтобы купить генералитет министр обороны министр обороны никто он любит шойган просто ничего не решал и не решаю и так и тогда не решала сейчас не решает и не будет решать вот там решали военные настоящие военные вот типа того же замечательного патриота суровикина вот которому пообещать можно было какую-то военные не очень любят воевать из моего опыта вот они как бы не за то что по его тут бюджет хорошо иметь на воевать это всегда сопряжено с большими рисками во-первых для карьеры и что-то неудачно то накажут тебя вот плюс вообще это рискованное дело воевать вот и лучше что армию держать в очень хорошей боевой готовности но при этом не воевать и был был этот был момент и вот его к сожалению пресса зеленская выбрала другую стратегию она была опереться на и я понимаю что как бы они оперлись на националистов вот что для которых любой русский был плохой русский хороших русских не было каким бы русским ты не болты ты плохой русский играл на руку путина до что безусловно играл на руку путина как и идиотическая политика запада по отношению к носителям держательным российских паспортов которые стали или не открывать счета или закрывать счета всячески выпихивать этих людей обратно и многие из них уехали обратно в министерство внутренних дел грузинской республики дало мне информацию в свое время вот в апреле двадцать третьего года что через грузию проехала миллион шестьсот семьдесят две тысячи россиян и это только те сказали они о которых мы знаем вы знаете больше миллиона из них вернулись они вернулись потому что но сушки на что-то нужно жить дети должны ходить в школу если у вас нету невозможете открыть счет невозможете работы невозможете зарабатывать не можете даже получать деньги из россии если у вас там есть деньги то ну что вы помыкаетесь вы знаете я всю эту ситуацию опять рекламная пауза я вот от меня сейчас выходит новый роман покаянные дни вот вот там как раз об этом вот вот как бы о последних двух годах этой жизни последних двух годах жизни российской интеллигенции и о том как бы а тех кто остались а тех кто уехали и как и тем и другим было и есть вот да так что и когда посмотрел на все это что антивоенное движение она не то что сходит на это она осталась она и меня поразило когда я со всем этим столкнулся колоссальное количество волонтеров в россии и россиян какое колоссальное количество людей которые просто хотят делать то что называется common good да вот такое общее добро как они помогали и помогают и украинцам которые уехали и украинцам которые остались в украине как они помогали россиянам которые бежали от путина движение которое помогает мобили тем кто укрывался от мобилизации вот отдельные уже не бы движение которое есть отдельное движение которое помогает украинцам с оккупированных территорий вернуться обратно в украину и уехать она как бы в территории на западную украину вот я был и те которые разыскивают детей когда депортирован да и плюсы да и это просто это колоссальное движение и это были естественные сторонники и союзники зеленского вот но к сожалению этого не случилось он вертым произвел какие-то политические калькуляции и пришел к воду что ему лучше опереться на более националистически настроенную часть украинского общества какая же концепция может сработать какая вернее страница какая стратегия борьба может сработать вот я посмотрел что в общем-то российское общество она она достаточно отстранена относится к тому что его не касается лично вот если людей не касается лично вот до война и но нехорошо на вроде бы может и хорошо потому что вы как деньги за это платят большие деньги завода открыли до в три смены работает оборонная промышленность люди зарабатывают много как бы наоборот если раньше где-то было безработица то теперь людей еще и тому подобное и вроде как все хорошо и армия держит позиции даже наступает но и никто особенно не протестует ну вот арестовали навального ну вот в москве в петербурге и где-то в региональных центрах где было сильно фбк люди по выходили на улицу ну кого-то посадили кого-то выдавили из россии но когда начинаются вещи которые касаются их лично а это вещи местные вот тут это их задевает тут они не боятся вспомните фургала мэра хабаровска когда люди два месяца выходили на улице не уставая и требовали освобождение губернатора фургала вот его возвращение просто потому что никто что они может быть так его сильно любили вот очень такая фигура достаточно сложная и непонятно был он виноват или не был или это просто было политическое решение москвы с ним разделываться у меня нет информации об этом не буду говорить но просто что он местный потому что наших задели но как же так вот они выходили и боролись за свое местное посмотрите на экологических активистов в химках и волоколамске которые месяцами годами отстаивали свое местное чтобы как бы не было нарушен их не была нарушена их жизнь люди которые в екатеринбурге боролись за парк до под руководством и генера измена вот тоже вот просто вот вот он диссидент да вот вот возьму абсолютно он диссидент он он и российский крупнейший политик и российский диссидент а два в одном когда кстати на историю башкирии с фаилем алсиновым которого когда это местный активист которого арестовали и как люди башкирии которые в общем-то всегда очень лояльно относились к политике москвы они пошли на улицу они прошли на улицу бороться за своего потому что это их это их кровная я подумал что одной из стратегии который еще не было опробовано это стратегия оппозиции дайте так я скажу очень цинично эксплуатации региональных конфликтов с центром вот конечно она еще сильнее работала бы на в отношении этно регионализма но началось все на самом деле как по-настоящему когда республиканские элиты поняли что влияет что как бы москве не до того москве не до них москва занята во-первых а глобальным противостоянием западом афганской войной и кроме того элиты в москве были заняты как бы внутренней борьбой очень сильно после смерти андропова началась вся эта катавасия вот и как бы не поэтому какое крыло победит и вот начиная с это времени вот с 87 года они начали потихоньку пробовать в разных местах и опираться на свое местное это привело вот эти центробежные силы они привели к развалу советского союза вот у которых просто не было центробежные просто не было силы силы это удержать пока да вот это знаменитый берите столько суверенитета сколько хотите сколько унесете вот они взяли до конца и мне подумалось что ну можно исключить фактор этно потому что этно действительно часто приводит кровопролитию вот можно просто как бы опираться на региональные конфликты на конфликты региональных интересов с центром они огромные если вы посмотрите на знаете когда вы вместе к роман агафонки на время я путешествовал по якутии в штамм часть действия происходит в якутии часть монголии вот когда по числу по якутии я путешествовал с якутом с проводником как как арсенин с дерзова зала да вот который мне рассказывал а его глубокой ненависти к русским как он ненавидит всех русских все русское вот и как вот если бы дали волю сейчас как бы с удовольствием бы он не знаю лег под китай под японию да под кого угодно только бы не под них али говорила мне его от чего так он будет ну смотрите они же нас всего для не пришли сюда 400 лет назад и сак мы платили пушнину отбирали женщин наших насиловали заставили хлеб сеять это самое страшное преступление оказывается в глазах его лично и может быть что якутов которые были заставили хлеб все есть и есть хлеб нинька не было это нам не нужно было вот это ужасно так мы все стали болеть после этого и этих конфликтов поскольку россия в общем-то колониальная держава этого держава казалось внутренней колонизации вот а внутренней то что ври она считала территории своими хотя они не были территория российскими и началась эта колонизация успешная как бы уже при вот ермак тимофеевич был одним из первых да как ломоносов что российское богатство россии будет прирастать сибирью вот она и прирастала я вот этой массы я предлагаю как бы конкретные шаги которые можно было бы сделать для того чтобы обострить эти конфликты с центром вот опираясь на местное население на их интересы то тогда это как бы открыла бы второй фронт вот есть внешних у у путина три фронта есть украина это реальный фронт есть общий фронт борьбы его лично со всем остальным миром но у него есть глубокий тыл как он думает вот задача была в том чтобы этой стратегии лишить его этого тыла я не вижу как его лишить другим образом как через эксплуатацию такой циничный термин еще раз скажу обострение региональных конфликт региональных конфликтов с центром это опасная стратегия я сразу хочу сказать я это предупреждаю в начале если и в конце если это опасная стратегия она безусловно может привести как граждан ну я надеюсь не гражданской войне но апрельным актом гражданского непонавиновения и ответу со стороны власти и в том числе репрессиям против активистов но это только россияне и только они могут решить готовы ли они заплатить такую цену и потенциальную опасность распада страны за крушение тоталитарной диктатуры в которой они живут вот и в данном случае как я сказал я человек посторонний я просто вот ее описал эту стратегию на ни в коем случае не рекомендую ее использовать вы говорили что я надеюсь что это не приведет к гражданской войне а будут какое-то гражданское непонимание с кем будут побывать регионы восставшие если не с другими гражданами этой страны которые пойдут эти волнения подавлять и вы реально верите что кремль не вырулит если эти регионы вдруг восстанут по очереди ли все одновременно он не сможет это все подавить 24 июня 23 года из ростова-на-дону в сторону москвы столица российской федерации двинулась пять тысяч триста двадцать человек под произведением командира утки на да вот с позывными вагнер вот хоть кто-то попытался их подавить кроме вылетевших самолетов которые они сбили тут же и вертолетов где были где была страшная российская армия а главное страшная нацгвардия которая должна была вообще разметать и снести их а и что сделал в этот момент верховный главнокомандующий он же президент всея руси владимирович путин он бежал в свою резиденцию на валдае прихватив премьер-министра мишустина на всякий случай просто чтобы не при и господь мишустин не объявил себя правительным россии вот так что найти лучше выдержать при себе смотрите их было не так много посылать войска конечно можно в далеко-далеко бог знает куда и подавлять на если это вы знаете вот фургалом все затихло после этим никто не занимался вот не было никого никакая российская оппозиция в этот момент не занималась не работала с жителями хабаровского края вот и никто не занимался дальнейшей повесткой организации этих это будет чисто стихийные абсолютно стихийные конфликта то что называется действительно grassroot movement да вот люди поднялись а если бы это было направленной работой поскольку никто в основном не работал кроме самих местных активистов вот в этой стратегии никто не пытался сделать это таким общим направлением оппозиционной деятельности просто вкусном как бы как все думать ну что важно важно вести работу за ценности против как это вот первое против коррупции ну или антивоенное движение движение все вне россии находится и кроме то есть определенная такая очень на самом деле воспитанная имперским мышлением идея что но главное в москва вот кто захватил москву кто снова власть москве тот владеет россией вот я продолжил поменять я предложу как бы на самом деле помните это партия регионов россия это регионы на самом деле россия не москва россия это регионы если как бы регионы поймут что режим в центре это не их режим это режим который не отвечает их интересам а у них есть свои местные интересы вот это то что а во первых поможет оппозиции ослабить режим по что режим просто должен будет отвлекаться на это элементарно он должен быть этим заниматься вот и тратить на это и ресурсы и аппарат давления второе это в дальнейшем может привести к очень важные вещи федераль к настоящей федерализации я даже сказал конфидерализации поэтому россии не обязательно распадаться на мой взгляд вот хотя я понимаю сейчас многие я я слышал эти точки зрения они высказываются публично что да пусть россия распадется пусть только это как бы то есть вы не за это не выступаете за то что нужно было будет нужно регионов и выступить против центральной власти и уйти потом из россии они не могут экономические просто прожить кроме дальнего востока но урал мог бы просуществовать возможно да урал вот как отдельное как отдельное суверенное государство принципе а почему тогда как мы сейчас говорили про пригожинский мятеж вы не воспринимаете это как окно не воспринимали это как окно возможности со знаком плюс вы говорили с двух зол я выбираю не зло почему пригожинский мятеж в данном случае это зло который мог бы центральную власть а там сместите что-то там произвести другое оригинальная там война пусть даже с силами это это не зло для прекрасный вопрос мать и пригожин начали викторович не казался мне и не кажется достойным человеком и я не думаю что если бы в кремле сидел бы не путин а сидел бы пригожин то ситуация в стране для тех же родителей гражданского общества было бы намного лучше я думаю она была бы не лучше вот я не знаю что было бы вот единственное не знаю что было бы в отношении войны с украиной то что пригожин к этому времени он уже не был таким большим z-патриотом он конечно кричал шайбу герасимов где тра-та-та боеприпасы вот но для своих он качал опять-таки на тенгу чего для своих для вагнеров где боеприпасы просто свои моих же пацанов убивают вот здесь из-за тебя жирные коты шайгу с герасимом но он бы он бы кстати может быть и пошел бы на какие-то вот примирение по крайней мере временной с украины но для власти внутри россии это была бы та же самая бандитская власть опирающаяся очень во многом на на данном случае уже не на чекистов а на возможно какую-то реформированную им армию вот то есть опять таки на силовой аппарат я же говорю о другом его о том что вот эти как бы региональные активисты они борются не за ценности гражданского общества я не это вот вот это вот дайте кто-то из них конечно борется за ценности гражданского общества что делает власть дальше дальше власть их выдавливает в политическое поле они из общественного поле власти их выдавливать практически чем была одна из проблем советского союза она была в том что это было за летарное государство от интеллект и gives не знает пределы вся компетенция она боится любой несанкционированной инициативы и она превращает ее в политическую. Я вот говорил, по-моему, даже в этом эссе писал, что я был поражен, когда я попал в тюрьму, каким-то несчастным там кришнаиты сидели какие-то, баптисты, преподатели йоги, которых сажали, непонятно за что. Почему? Потому что их деятельность, они были абсолютно неоппозиционны к советскому строю, они просто хотели заниматься тем, чем они хотели заниматься. Но это было не санкционировано. А власть, тоталитарный режим, он не понимает ничего, кроме политического поля. Все является политическим полем. Если это не санкционировано, помните, тот, кто не с нами, тот против нас. Это значит, они занимаются политической деятельностью против нас, и они таким образом выдавили кучу людей в это политическое поле. Путину, возможно, они даже поддерживают Путина в чем-то. Но у них есть свои кровные региональные интересы, которые, опять-таки, я понимаю, что это цинично, но если они начнут заниматься своими общественными интересами, то власть начнет их давить. И таким образом власть выдавит их в политическое поле. И вот тут они станут политической силой. А где грань между регионализмом и сепаратизмом? Который целый ряд стран осуждает, наказывает за это, целые уголовные преступления. Как провести эту грань? Грань это решит каждый регион сам. Он решит, хочет ли он быть в составе большего объединения, или он не хочет быть в составе большего объединения. Это их дело, и я считаю, что каждый, если конституция страны позволяет выход из страны и отделения, то значит так. Но это опеки, это конституционный вопрос. Вот, например, конституция Украины позволяла выход субъектов Украины из Украины, но только при общем голосовании. Не голосовании именно в этом регионе, а при общем голосовании. Поэтому вот как бы приведенный в Крыму референдум был совершенно незаконный. То есть у меня нет сомнений, что большинство жителей Крыма, скорее всего, проголосовали за выход из состава Украины и присоединение к России. Хотя, конечно, оттуда были исключены крымские татары, которые за 20% населения Крыма. Но даже если бы они участвовали, я думаю, все равно большинство населения проголосовало бы за. Но это не имеет никакого значения, потому что это просто незаконно, это противоречит украинской конституции. Но я лично ничего страшного, вообще в принципе в сепаратизме не вижу, но мне кажется, что множество регионов России, они никогда не захотят выйти из России, но захотят большей свободы и большего контроля за своей судьбой, что, конечно же, явится ослаблением. Олег, кто, вернее так, были ли люди, ваши коллеги, ваши друзья, которые негативно или крайне негативно восприняли эту вашу стратегию борьбы с путинским режимом, и какие аргументы, контраргументы они вам приводили, если они вас осуждали? Были, осуждали, осуждали, да, клеймили и, как сказать, я забыл слово, нет, ударить рублем такое было, да, получали премию в Советском Союзе, да, ударили рублем. Да, были такие, были, конечно, причем мои близкие друзья, единомышленники, которые убеждали меня не публиковать эту статью. Аргументы следующие были. Первое, что это очень опасная стратегия. Она может действительно, как бы, если ей следовать этой стратегии, она может привести к распаду России, а большинство российской оппозиции этого совсем не хочет. Вот большинство российской оппозиции ни в коем случае не хочет распада России. Это был первый аргумент. Второй аргумент — это очень опасная стратегия для тех, кто этим будет заниматься в России, потому что вот это власть не простит. Она вообще ничего не прощает, а вот это не простит, особенно потому, что они-то понимают, что это страшная опасность. А крови? Вы не боитесь о них? Конечно, я хотел бы избежать любого кровопролития, как любой нормальный человек. И я просто хочу, все, что я делаю, я продолжу россиянам подумать. Вот эта цена устраивает... Вот я хотел сказать, между свободой и кровопролитием что нужно выбирать? Это не мой выбор. Ну, понятно, но вы предлагаете эту концепцию, которая неизбежно, практически приведет. Это цена за свободу? Это могут решить только россияне. Я им не являюсь, я не могу ничего сказать. Вот если они решат, что это цена, которую они готовы платить... Да, ну вот большевики решили, что это цена, которую они готовы платить, и развалили Российскую империю, которую потом Юсиф Виссарионович Сталин собирал какое-то время и собрал. Но они вот были готовы на это пойти. А есть ли в Швейцарии и в устройстве ее политических институтов, или в устройстве взаимодействия общества с этими политическими институтами, что когда-нибудь, возможно, через много-много лет, но я надеюсь, что при нашей с вами жизни, можно будет перенести на Россию? Или вы бы хотели перенести на Россию? Но опять же, будучи посторонним, я это помню, но что можно было бы? Я бы хотел перенести все отсюда, практически на любую страну, включая Россию, потому что это наиболее... Во-первых, это единственная в мире прямая демократия, где большинство важных вопросов решается референдум. Во-вторых, председатель Федеративного Совета, так называемый президент, служит всего год, как вы знаете, здесь. То есть здесь происходит абсолютно обязательная ротация власти. То есть люди не успевают имя его выучить. Да, люди даже не знают, кто это такой вообще. Вот, например, фамилию Путин вроде бы многие люди в России знают, да, слышали? Он же достаточно давно. А тут просто даже не знают. В-третьих, это, как бы, кантоны обладают реальной независимостью в принятии решений и в управлении своим бюджетом, что, кстати, одна из важнейших вещей в федерализме, это когда регион управляет своим собственным бюджетом, а не передает его центральному правительству, который потом из этих же денег его датирует обратно. Да. Общая разумность и любовь к тому, чтобы договариваться, а не решать вопросы силой. И, конечно, замечательная вещь нейтралитет. Видите, Швейцария нейтральная страна, она уже давно не воюет. И при этом, несмотря на то, что, знаете, какая разная. Здесь это страна, где проживают четыре популяции основные. Франкофонные, вот вы живете во франкофонном регионе и кантоне. Немецко-германофонные, вот я живу здесь, а здесь люди говорят по-немецки. Потом кантоны, которые говорят по-итальянски, недалеко отсюда, два часа. И есть также кантоны, которые говорят по-ретро-романски. Вот четыре разные, казалось бы, культуры. Все они швейцарцы. Все они швейцарцы, и их лояльность – это лояльность Швейцарии. Вот. И вот если, как бы, такое может существовать здесь, то, надеюсь, это может существовать везде, как бы это может масштабироваться. Конечно, понятно, что страна с 8,5 миллионов человек – это не страна со 140 миллионами человек. Но принципы основные можно было бы, конечно, взять. В том числе главный принцип – принцип конфедеративного устройства. Получается, что в этой концепции нам нужно, если, опять же, я правильно понимаю, чтобы у нас соблюдались три фактора или три условия. Национальная идентичность. Национальная или там лингвистическая, или культурная. Нам нужен какой-то толчок внешний, как вы говорите, если там забирают у бюджета, например, и политический актор. Совершенно верно. Вот если первые две более-менее можно легко найти, то, как бы, проблемы будут именно с политическим актом, с третьим. Ну, почему? Посмотрите на людей, которые совершенно спонтанно, опять те же самые, давайте назовем их, фургаловцы. Или люди, которые в Башкирии выходили после ареста Фаиля Алсы. И пытались его отбить. Есть, например, такая организация замечательная, Азиаты России, с которой вы, наверное, знакомы. Вот, которые тоже, как бы, они пытаются по другому признаку, по принципу расового объединения. Вот, 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 азиаты. Вот, есть какие-то якутские группы и так далее. Ну, я уже не говорю про Кавказ, вот, который не до конца покоренный. Вот, усмиренный. История России XX века нам показывает, что в большинстве случаев правители тут были у власти либо до смерти, либо теряли ее в результате государственных переворотов. И то, что называется... Что тоже до смерти. Что тоже до смерти, да. То есть, получается, что самодержавие такое, получается, для нас... Опять же, не для нас... Самодержавие – это единственная рабочая схема для управления Россией. Ну, по крайней мере, вот до настоящего времени. Где в России, где не дали гражданскому обществу родиться. А если там он где-то рождался, то все равно получались какие-то уродства, и потом нужно было это поджимать под себя или давить. Как вы думаете, почему после Путина может получиться что-то, кроме Путина? Оф! Я думаю, что есть большая часть людей, которые... Я имею в виду российской оппозиции. Которые поняли очень важную вещь. В российской оппозиции во все времена, и в российской интеллигенции вообще, всегда были великолепные идеи. У них были прекрасные, замечательные гражданские идеи о том, как вам переустроить общество. Проблема была в том, что большинство российской гражданского общества и российской интеллигенции, они как бы хотели писать статьи, произносить речи, но они не хотели идти служить в приказы, в коллегии и в министерства. Потому что это, в общем-то, как-то было зазорно. А демократия начинается с бюрократии. Вот если не будет нормальной бюрократии, то у вас не будет нормальной демократии. И что было бы очень здорово? Было бы очень здорово среди этого молодого поколения, которое сейчас называется релакантами, знаете, организовать обучение, какие-то курсы, которые бы их просто научили бюрократическим навыкам, как то, что называется institution building, institution maintenance. То есть строительство институтов и поддержание, управление этими институтами. Может быть, самодержавие – это то, что в России нравится. И это, ну, поэтому весь 20 век это все было. Например, если, смотрите, вспомним, несмотря на тот ужас, тоталитаризм, то, что люди прошли, умирает Сталин. 5 миллионов человек приходит там давиться на его похоронах, сотни тысяч людей, я не знаю, как это... Почему нужно в этот момент обязательно себя показать, выразить? То есть, может быть, это какая-то мистика и, может быть, это какое-то нравится быть таким рабом? Ну, послушайте, от того, что это так, это не значит, что так должно быть. А то, что сейчас Россия такова, это не означает, что это и есть настоящая Россия, и что она не может быть другой. И поэтому все, что можно делать, это стараться, чтобы она была другой, чтобы она была... Там, плачу дать. Вот, чтобы она была более гуманной, менее самодержавной, вот, менее коррумпированной и менее империалистичной и имперской. Европа жила при абсолютизме множество столетий. Прекрасно. Вот вам... Слушайте, Монголия, страна Чингисхана, одна из немногих демократий на Дальнем Востоке. Ну, кроме Японии, конечно, Южной Кореи. Так что все возможно. Все возможно. Я в это верю. Замечательно. Замечательно. И где они должны анализировать книгу, мне кажется, такой был первый теоретик политических наук во Франции. Человеку было 16 лет, мне там 18 лет. Это он мне рассказал. Я даже это все, конечно же, прочитала потом уже, когда была в поезде. Бойси. И он написал такой трактат, который... Вот мне показалось, что это очень интересно. Как раз он называется рассуждение о добровольном рабстве. И вот оригинальность его тезиса заключается в том, что это рабство добровольное. Что если просто встать и перестать обеих слушаться и сервие служить, то на этом власть самодержавия, власть диктатора закончится. Если вы перестанете служить самодержавию и перестанете слушаться, ну да, естественно, как бы это вот, что это и есть. И это может быть или активная революция, или это может быть такая пассивная революция, знаете, как вот Махатма Ганди. А мы... Знаете, есть такая выражение итальянская забастовка. Да. Мы просто приходим... Не, мы приходим на работу. Мы просто не работаем. Но на работу мы приходим. Вот нас никто не может обвинить. Но ничего не делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok